Доброе утро, коллеги! Доброе утро, наши телезрители! В Евпаторию погода переменчива и на градусник скачет от нуля до плюс пятнадцати. Это непосредственно влияет на большую стройку. Я сейчас говорю конкретно за реализацию федерального проекта «Комфортная городская среда» в рамках его в городе. В этом году только запланирована реконструкция четырех общественных территорий. Две из них уже официально открыли. А на какой стадии работы еще идут? Мы сейчас узнаем у директора муниципального бюджетного учреждения управления городского хозяйства. У нас в гостях Антон Рябцов. Антон, здравствуй! Расскажи, как вы проверяете ход работы и можем ли мы уже говорить о ближайшем открытии этих территорий? Да, доброе утро, Настя! Доброе утро, уважаемые телезрители! Действительно, в городе полным ходом идет реализация программы формирования комфортной городской среды, в рамках которой мы открыли две общественные территории и на двух ведутся работы полным ходом. Это сквер Кирова и сквер памяти героев Чернобыля. Там работы не прекращаются, все идет в соответствии с графиком. И к концу этого года мы увидим обновленные территории. Правда же, что погода влияет? То есть ребята не всегда работают? Погода может быть влияет скорее только на настроение рабочих. Никак это не касается самого производства работы. Каждый сквер уникальный. Мы об этом не раз говорили в эфире. Что будет на сквере Кирова и чем отличается сквер Чернобыльца? На самом деле, вся суть данной программы заключается в том, что каждая общественная территория строится с учетом интересов жителей. Перед тем, как их реализовывать, мы советуемся с жителями города и ориентируемся на те пожелания, которые они нам высказывают. Сквер Кирова будет достаточно уникальным, потому что он является таким себе симбиозом различных направленностей для времяпрепровождения. Сейчас там уже монтируется каркас сцены, он смонтирован. То есть это будет постамент, где можно будет проводить различные выступления, постановки, выставки и так далее. На сквере будет установлен инфобокс. Это будет информационная платформа, где жители могут получать своего рода различные виды услуг. А где-то уже есть в городе? Нет, такого нет. И мы стараемся вводить небольшие инновации потихонечку и приучать жителей к каким-то новшествам. Помимо всего этого, будет очень хороший ландшафтный дизайн в этом сквере. Ну и стандартно будет обновлено освещение энергосберегающее, малоархитектурные формы и так далее. Сквер же памяти героев Чернобыля в силу своей направленности не будет сильно видоизменен. Мы реконструируем все фонтаны, они будут функционировать спустя много лет. Это большая работа, будет заменено полностью плиточное покрытие, полностью освещение, скамейки, урны. Стоит заметить, что все общественные территории будут оснащаться системой видеонаблюдения, что позволит жителям чувствовать себя безопаснее. И нам следить за тем, что происходит на территории скверов. Все работы идут по плану. Мы можем говорить про еще какую-то реконструкцию общественной территории на следующий год? Уже запланировано? Да, обязательно. Все работы ведутся в соответствии с графиком. Слава богу, подрядчики очень ответственные. А на следующий год уже запланировано производство работ на семи общественных территориях. А как выбираете эти территории? Все территории выбираются путем рейтингового голосования. это выбор жителей. А голосование где проходит? Голосование проходило, а первый год проходило в виде урн, прямым способом. Люди писали на бумажке, ставили галочку, отправляли. В прошлом году это проходило на сайте. Было голосование, были территории, люди просто выбирали. То есть в любом случае мы еще с вами встретимся, потому что говорить есть о чем. Кроме этого, я напомню, что Евпатория уже несколько лет становилась экологически чистым городом всего Крыма. И буквально вчера у нас открыли так называемый док-бокс. А что это, мы узнаем сейчас с вами вместе. Борьба за чистоту в Евпатории начинается с недавно реконструированного сквера. Ежедневно эту общественную территорию посещают десятки горожан, в том числе и собаководы. Оксана Овчар живет в доме напротив, выгуливает интерьера дважды в сутки. Я не разрешаю, как бы он, естественно, он не ходит, где ему там вздумается. То есть ходим в местах таких, где вот без скопления детей, людей, то есть стараемся все равно обходить, потому что все как бы люди, все понятно. Если ребенок играется на травке, конечно, ему хочется на чистой травке гулять. Автомат с пакетами для уборки за животными – пилотный проект для города. А для владельцев четвероногих – важное новшество. Пока такой аппарат единственный не только в Евпатории, но и во всей республике. Пакеты для сбора отходов в нем бесплатные. Подобные докбоксы будут установлены на всех общественных пространствах города, которые попадут под реконструкцию и не попадут под реконструкцию. А также стоит заметить, что будет создано пять пространств, предназначенных непосредственно под выгул собак. Места уже обозначили, учитывали интересы владельцев домашних животных. Территорию осталось обнести забором и оборудовать минимальным инвентарем, в том числе докбоксами. Этот спальный район города появился не так давно. При застройке учитывалось благоустройство, а именно наличие парковочных мест, детских площадок, променадных зон. Что не скажешь про специализированные площадки для пребывания животными и уж тем более установки докбоксов. Получается, чтобы законно выгулить своего питомца, нужно ехать чуть ли не на другой конец города, либо брать животное на руки. Если с маленькими породами это возможно, то для обладателей более крупных собак. Это становится проблемой. В генеральном плане города учтены подобные площадки и в новых районах. Создавать их будут за счет застройщиков по инвестсоглашениям. Важно помнить, уже сегодня за выгул домашних животных в неположенном месте штраф от двух до пяти тысяч рублей. За нарушение санитарно-гигиенических норм и ветеринарного законодательства владелец животного несет гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Новые площадки вместе с элементами благоустройства откроют уже в начале следующего года за счет средств муниципального бюджета. Обслуживать их будут управляющие компании. Наводя порядок на улицах, специалисты изучают и международный опыт. Предложения ждут и от горожан. Анастасия Егорцева, Андрей Еремизин, Новости 24, Евпатория. Стоит отметить, что до этого официальных площадок, где можно гулять со своими питомцами, в городе не было вообще. Поэтому эти пять общественных территорий помогут не только собачникам, но и горожанам. Мы продолжаем следить за этой темой и держать вас в курсе. Коллеги, я передаю вам слово. Как у вас настроение, что на повестке дня? Настроение шикарное. Повестка дня у нас большая сегодня, массивная. Можешь пересмотреть, кстати, наш эфир и узнать. Будет, думаю, интересно. Большое спасибо, Настя. Желаем тебе и вам, в принципе, всем хорошего дня, добрых и только добрых новостей.